Итак, друзья, добрый вечер всем, кто в данный момент времени включил свои мониторы и приемники на замечательной волне Play TV. Мы представляем сегодняшнюю вечеринку. По-другому я не могу это назвать. Сегодня в гостях рубильник-шоу три замечательных персонажа. По мере убывания от меня представляю эта группа Микрошум и Кашмир. В частности, Константин Кашмир, Серега Лукин в простонародье Лу и Андрюша Попов попросту Акс. Пацаны, привет. Акс-эффект. Акс-эффект. Да, что я хотел сразу заметить. Пацаны, вы сразу расслабьтесь, вы не на BBC Music, вы у меня в гостях, вы общаетесь, просто пьем энергию друг у друга, чая нет, сегодня нам не дали чая. Друзья, пару слов о ребятах, которые пришли сегодня в гости к нам в студию. Это замечательная группа под названием Микрошум и человек-солист Кашмир. Поприветствуйте наших телезрителей. Солиста приветствую. Солист Кашмир. Браво, браво. А если правильно, то группа Микрошум и Кашмир. Всем привет, рады общаться сегодня с вами. Сразу говорю, это один проект, три человечка. Согласил. Один большой человечек с большим лицом и один маленький, один серединочка. Золотая середина. Значит так, пацаны, немножко о предыстории вообще введу в курс дел. Для тех, кто не знает, начиналось все с Кашмира. Была такая группа, она образовалась в 2007 году. Команда называлась Другой мир. Неизменным участником являлся Кашмир в этой группе. Команда... Господи, сейчас в начале... Что-то по поводу брейк-данса, да, с брейк-дансом связано? Это пошло все оттуда. То есть вообще первый рэп, первый хип-хоп услышал там, на брейк-дансе. До этого вообще никакую музыку не слушал, ни попсу, ни рок, ни рэп. А там вот на брейк-дансе кто-то пришел, и там понравилось, понравилось. Что-то там... Кассеты начал покупать, диски, и потихонечку уже потом там с друзьями скооперировались. И начали уже свое пробовать делать. Первые записи, конечно, лучше не вспоминать. Но я думаю, это у каждого артиста было такое. Вы для меня, для чайника, проясните ситуацию, пожалуйста. Вы R&B-команда или рэп-команда? Чем R&B от рэпа отличается? А мы не рэп, не R&B-команда. Мы команда Микрошум и Кашмир. Команда Микрошум и Кашмир сотрудничать вместе стали зимой, вот у меня написано в моей подкачке, 2013 года, записав первый совместный трек. И со временем в процессе все переросло в совместное сотрудничество, в совместную работу. В любовь. В любовь. Парни, я в самом начале вечера, когда вы сегодня зашли, мы с вами начали общаться, я спросил вас, задал вопрос, кто из вас мажор? Я объясню под оплеку этого вопроса. Мажор в плане занятия музыкой подразумевает себе занятие музыкой для души, прежде всего. И для денег. Обычно у начальных, у начинающих команд на выпуск альбомов и клипов денег негде взять. Обычно, знаю по себе, по своей тусовке, что приветствуются вливания финансовые от родственников. Кто-то из вас обладает богатым папой, мамой? Увы, но нет. Мы с миру по нитке втроем. Вот и в душевном плане так же самое, и финансово. Да, погружаемся в долги все вместе. Команда «Микрошум» состоит из трех парней, родом из города Киева. Киев – это ваш родной город для всех. Я с Павлограда, просто живу долго в Киеве, да. И состоит уже из двух. Киев-лянин. Киевский, да. В армейке, кроме Сереги, кто-то служил еще? В армейке? А, я уже и в армии служил. Серега в армейке не служил. Кто и заслужил в армейке? Никто не служил. Вы закончили институт каждый, да? Да, высшее образование. Это да. Кто по образованию? Я – маркетолог. Менеджер индустрии, культуры и рекреационных ресурсов и технологий, педагог-психолог. Это тяжело, я знаю. Ты меня ввел в заблуждение. Андрей, не уйдет. Я вообще экономист и финансист. Одним из самых актуальных и популярных треков стал трек «Нет войне». Мы его сегодня услышим, да? Да, конечно. Подготовили. Сейчас с полным ходом идет работа над дебютным альбомом. Но, знаете, вот парадокс. Парадокс команды украинских, это вообще на постсоветском пространстве, что команда, я знаю, что вы собираете достаточно неплохие площадки, достаточно большие, но еще без дебютного альбома. Вот кроме Костика, вы, парни, имели место быть на волне рэп-музыке, хип-хоп-культуре? Кто-то из вас пел, исполнял отдельно? Да, у нас где-то треков 30 своих микрошумовских. И до этого мы выступали на разогревах у солидных московских рэперов, и у «Центра», и у «Локдога», и у Сереги Бумера. На этот же на FIFA у вас, да? На Евро 2012, да. Мы, можно сказать, были хедлайнерами молодежного концерта. У нас трек звучал в игре даже. Да, да, даже. Евро 2012 звучал. 2012, у меня тоже подсказка здесь написана. В 2009 году Кашмир взял премию, а Музлайфа Ворс, лучший прорыв года. Это без парней пока, да, был? Ну да, это уже еще, боже, другой мир был. Да, была еще группа «Другой мир», мы тогда вот хороший трек запустили, не помню уже какой, но попсовый он хорошо зашел, и на радио он тогда крутился, и вот взяли тогда. Еще был не скайбар, а барский еще тогда был. И вот там премия-то проходила, и мы взяли и лучший прорыв года. Но премии, увы, особо ничего не дают. Интересно, узнаем о тебе много нового. В 2012 году группа «Микрошум» выступала на главной площади страны на чемпионате по футболу Евро 2012. Сколько человек вас поддерживало, слушало тогда? Ну, нам тогда говорили, там испанское телевидение снимало, и тогда по подсчетам говорили, что порядка 50 тысяч человек собралось именно на этой площадке. Ну, вроде бы... Там даже девочки танцевали, было дело. Он только девочек видит, да. Это единственный у нас самец в группе, который не предан любви. К творчеству, да? А к девочкам больше. Ребят, ну, мы для зрителей сделали такое небольшое вступление. Я предлагаю окунуться в мир музыки, и потом поговорим еще. У нас есть о чем с вами поболтать сегодня. Первый трек прозвучит прямо сейчас, друзья, на волнах Play TV. Команда «Микрошум» и «Кашмир». Трек называется «Он на колесах». Ай-яй-яй-яй. Понеслась. Это трек «По любви». Это не пропаганда, потому что «Он на колесах» звучит. А по настоящей любви. Я не Брэд Питт, не Долон, не Аль Пачино. И вообще мне далеко до эталона мужчины. У меня нет машины. Есть у моего деда новая победа. Но со времен победы. А твой крутой ваще. На черном барше. Такой тарафан. Любой вопрос доща. Все решим, ведь под капотом моща. Но если повредим моща, попадаст леща. А я видел тогда все, что происходило в салоне. Пару моментов даже для себя запомнил. Жопа подогрев, кондишн, стеклоподъемники. Как раз двигатели ног. Для тебя сработали. А я не обижаюсь. Сука, я в Африке, сука. Включала актрису, играла. Лучше, чем без рук. А слухи быстро расходились. Радио сарафаном. Что под твоим сарафаном? Не я один бывалый. Он на колесах. Ну а я как всегда пеший. Я тебе в душу правду. Он тебе на уши вешал. И все понятно, отчего ушла к нему ты. Без кэша нету трэша. Без кэша нет любви. Он на колесах. Ну а я как всегда пеший. Я тебе в душу правду. Он тебе на уши вешал. И все понятно, отчего ушла к нему ты. Без кэша нету трэша. Без кэша нет любви. Дорогой, давай сегодня в клуб. Хорошо без бэ. Так я и жил с тобой. От ЗП до ЗП. Экономил на себе бывало. Не пил пива. Хотел кэн, так курил ЛД и даже приму. Ты моя прима. Мой кризис, мой дефолт. Да, дорогая входится. Гаечка на болт. Теперь ты не со мной. На закате, на рассвете. Теперь не моего. Пожиратель ты бюджета. А у меня все как и раньше. Смола по малу. Рука гитара, но в стакане водяра. У тебя дом переньем, диетическая кола. У меня сушняк поутру, убитый рассолом. Слышал я, ты рассталась со своим мажором. Нашла другого. Все теперь в шоколаде. Каждый день новые наряды. Все не просто, все по любви. Хоть ему и девяносто. Он на колесах. Ну а я как всегда пеша. Я тебе в душу правду. Он тебе на уши вешал. И все понятно, отчего ушла к нему ты. Без кэша нету трэша. Без кэша нет любви. Он на колесах. Ну а я как всегда пеша. Я тебе в душу правду. Он тебе на уши вешал. И все понятно, отчего ушла к нему ты. Без кэша нету трэша. Без кэша нет любви. Если бы я пил, то списал бы все на градусы. Что месяц повторяются одни и те же казусы. Ведь было же все год напролет. Сутки вместе. Мы были счастливы. Шутили шутки весь день. Пока не началось гучи-гучи, прада-прада. Ну дорогой, очень-очень надо-надо. Походы по кино, походы по магазинам. Мы пополняем корзины. Ты хороша в лосинах. Но обошлась мне дорого. Как Украине газ. Теперь не по карману мне. Даже на час. И вроде бы не криминал. Что ты позарилась на нал. Но такой расклад. Ал, я манал. Ууу. Попаркнул мой мотылек. Оставил только тапочки. И теперь там, где. Где ночные бабочки. Я к тебе со всей душой. А тебе бумажники. Я бардашник. И теперь пяля твой багажник. Он на колесах. Ну а я как всегда пеша. Я тебе в душу правду. Он тебе на уши вешал. И все понятно, отчего ушла к нему ты. Без кэша нету трэша. Без кэша нет любви. Он на колесах. Ну а я как всегда пеша. Я тебе в душу правду. Он тебе на уши вешал. И все понятно, отчего ушла к нему ты. Без Кэша нету трэша, без Кэша нет любви. Сразу угадал, сразу. Наркотики, алкоголь. Алкоголь. Сразу угадал, сразу. На самом деле, вот почему, наверное, мы вместе такое духовное у нас как бы... Правильно выразиться. Да, да, да. Как на туалете с алкоголем можно духовно правильно разговаривать. Нет, ну вначале алкоголь, потом туалет. Собрание такое духовное, что мы себя чувствуем на уровне подсознания. Я бываю там еду и сочиняю текст, приезжаю, Андрюха у нас минуса пишет. Говорю, Андрюха, такой текст сочинил. Он говорит, блин, такой минус сочинил. Включает минус, и у меня подходит текст. Потом прислает мне, и я дописываю. Но потрезвый. Ну это чудо, друзья, это на самом деле тандем, это весело. Я ему так и говорю, это чудо. У меня в подсказке тут написано о том, что вы были засвечены, ну не засвечены, были засвечены в совместных выступлениях с такими украинскими артистами, как Евгения Власова, Бондарчук, Владимир Гришко, Алина Гросса, Наталья Могилевская, Драга, Новый Союз, Карат Элеон, Гарри Горилла, Арчи. И я знаю, что мы готовим, кстати, песенку последнюю в сегодняшнем эфире. Готовится сейчас трек совместно с Гариком Кричевским. Скажите мне, пожалуйста, кто является продюсером, переговорщиком с украинскими и российскими поп-звездами? Ну сейчас вот в последнее время, да, то есть раньше административную работу, это я в основном сам вел, были как бы люди там, ну, друзья, подруги, которые иногда помогали, кто чем может. Сейчас, слава богу, ну, проще с этим всем, сейчас сотрудничаем с киевским лейблом Green Cash Records и Deluxe Promotion. То есть сейчас вся административная работа практически на них перешла, мы уже можем сосредоточиться только на творчестве, ну, потому что каждый должен заниматься своим делом, когда распыляешься, то что-то где-то недополучается. Что и так параллельно приходится каждому работать на работу. Сейчас плавно подводим к следующему треку, зрители сейчас поймут смысл моей подводки. Следующий вопрос. Ситуация в стране всем известна, не то что в стране вообще. Мы ее, оценку ей давать не будем, мы здесь не для этого собрались. Но, так или иначе, эта ситуация дала отпечаток на выступление наверняка ваше. Ну, конечно. Сейчас интернет-пространство пестрит всякими негативными отзывами по поводу поп-артистов, не будем называть, все их знают, по поводу того, что люди ездят, получают в Россию награды и так далее. То есть, если бы вас сегодня пригласили, скажем, в Москву на церемонию, московскую, например, какую-то, как бы вы к этому отнеслись, поехали бы вы туда? Я вообще считаю, что на самом деле все артисты абсолютно до единого должны быть аполитичными, потому что у артистов есть своя аудитория, люди, которые смотрят на артиста, прислушиваются к мнению. У каждого человека должно оставаться свое мнение. То есть, он не должен смотреть на артиста, а артист думает так, все, я буду думать так же. Поэтому я вообще не поддерживаю артистов, которые влезают в политику и навязывают. Мы остаемся аполитичными касательно песни, которая у нас одна из самых популярных. Мы выразили просто свою точку зрения, что мы за мир во всем мире. Да и вообще, ну просто нужно разделять человеческое мнение и понятие артист. Что такое артист? Это неважно, у него мог быть сегодня траур, а он приходит, и ему надо быть веселым. То есть, для этого и созданы артисты, чтобы, вопреки всему, они поднимали людям настроение. И тут действительно, ну, человек может быть одного политического мнения и говорить совсем другие вещи. То есть, надо разделять, надо... Парни решили, конечно же, отшутиться, ответ в принципе принимается. Не, я могу вот сказать по поводу награждения премии. Смотри, грубо говоря, да, едем с Украины. То есть, хоть в Африку, хоть в Америку, хоть в Москву, ты едешь, ты представляешь свою родную страну. То есть, ты поднимаешь уровень в стране, почему нет? А, культуры, да. Уровень культуры. То есть, ты приезжаешь и показываешь, что вот тебя там награждают, ты с этой страны. Ты же не выходишь с пропагандой, там, то есть, приезжаешь и говоришь, я с Украины, вот украинская группа. Украина, Украина, Украина. Все, поэтому, почему нет? Нет, да вообще можно смотреть по-разному. Главное подключать мозги и смотреть объективность. Я абсолютно поддерживаю вашу точку зрения, поскольку я сам занимаюсь гастрольной деятельностью по поводу того, что артист обязательно должен быть аполитичным. Но есть персонажи, которых я бы выругался, да, вот сейчас, но нельзя, которым, ну, все равно на то, что так, как вы выразили, сейчас думают артисты. Вот они клеймят, ругают и так далее. Ну, это неправильно, я считаю. Ситуация сложилась таким образом, что сейчас рынок, еще год назад он был больше, да? Вы страдаете от того, что рынок стал меньше для вас? Лично я, да. Ну, и группа, соответственно. Естественно. Я еще страдаю, потому что у меня параллельный видеопродакт. Естественно. Клиентура процентов так на 80 сузилась. Клиентура, где вы работали, Константин? Ребята, я предлагаю на этой волне ворваться сейчас в отличный драйвовый саунд от парней. Микрошум и Кашмир у нас в гостях. Песня называется «Нет войне». Понеслась. На улицах ни души, и мосты пусты. И во дворах в тиши не слышатся тосты. И я б, наверное, остыл, если б не эти посты. Что разжигает между нами пламя, словно костры. Чтобы свистели пули и летали ракеты. Но лучше женщинам цветы, а детям конфеты. Неважно, звездно-полосаты или триколор. Мы при любом раскладе за мирный приговор. Мы полюбили рекламу за перерывы в новостях. Что телеэфиров сейчас заставляет костяк. Кому-то это правда, кому-то это ложь. А для кого-то мотив, чтобы другому спину нож. Я хочу, чтобы бомбы не полетели. Ни на этой, ни на следующей неделе. Чтобы медведь не ругался с дядей Сэмми. Я за мир во всем мире, со всеми. По разные-разные стороны баррикад. Ты мне брат, а не враг. Ты мне брат, а не враг. Но то, что для тебя рассвет, для меня закат. Солнечное затмение. По разные-разные стороны баррикад. Ты мне брат, а не враг. Ты мне брат, а не враг. Но то, что для тебя рассвет, для меня закат. И это просто мое мнение. В материальном мире материальные законы. Материальные приказы. Хочется всего и сразу. В материальном мире может обидеть и слово, или фраза. Что же эликсиры? Ну а что зараза? Всегда из да и не всегда. И спротив и за кого-то воротит туда, как в салате кинза. И он берет кинжал, новое имя, добра и мира. В мире материальном, материальном мире. Улицы не темны, но освещают мне фонари. Эх, не было войны, и нам бы дожить до зимы. Затем добраться до весны, позже увидеть лето. Но мы детали лего. Из нас кто-то что-то лепит. И эти руки кукловодов остаются чистыми. А грязными те, откуда были выстрелы. Остановись, я не против, но и не за тебя. Я лишь хочу, чтоб закончилась война. По разные-разные стороны барикад. Ты мне брат, а не враг. Ты мне брат, а не враг. Но то, что для тебя рассвет, для меня закат. Солнечное затмение. По разные-разные стороны барикад. Ты мне брат, а не враг. Ты мне брат, а не враг. Но то, что для тебя рассвет, для меня закат. И это просто мое мнение. Брусчатка по своей структуре. Должна лежать под ногами. Не лететь камнем, разрушая. Мягкие ткани. Машины по своей структуре. Должны облегать колеса. Не дымить, не гореть. Выбрасывая гарь в воздух. Материнские слезы. Должны быть только от счастья. Вопрос счастья войне. Ответ не однозначит. Остановись. Я ведь тоже войны не боюсь. Ни против Раши, ни против Юэя. За вследую Русь. Я лишь хочу, чтобы не было горя. Чтоб не от слезы от моря. Ресницы были покрыты солью. Чтоб все были здоровы. Брат не пошел на брата. Я хочу мира на земле. Мне большего не надо. Громы, раскаты, молнии. Все на четыре стороны. И словно мы задвинуты. Задернуты, зашторены. За шторами мир. За шторами жизнь. Там люди без вины. А я хочу, чтобы не было войны. Воу. Вот так вот. Да, опять мурашки по коже. Супер трек. Друзья, это Play TV. Рубильник шоу. Перейдем к следующему этапу вопросов. Блочку вопросов. Признайтесь, парни, кто из вас занимается профессиональным битмейкерством? Это он. Это то я. К чему спрашивают? Смотрите, говорят, что хопперы, рэперы, парни, которые могут зачитать, о чем вижу, о том поют. Можем сейчас импровизировать, да? Мы работаем только с пузырем. По 200 и он поет. Лучше не надо. Мы не будем, да, Ивладела? Лучше не надо. Я предлагаю, да, freestyle. Мы предлагаем freestyle, потому что те, кто freestyle, они обычно не могут хороший текст написать. А те, кто не могут хороший текст написать, они вот как раз. Если вдруг кто-то не знал, вот это есть же. Просто algo как-то замечается. То есть человек реально круто freestyle, но он текст не может сесть написать. А человек садится, пишет, но он не может freestyle. Нужно просто за словами следить, а когда freestyle в основном пытается в рифму сказать, В основном такой стереотип, да? А потом такие, блин, это я сказал? Смотрите, обычно поют, про что люди поют обычно песни? Про то, что их волнуют, да, про войну поют песни. Какое отношение у вас у каждого к такому огромному человеческому чувству, как любовь? Есть ли у вас любимый человек? Кто у вас в жизни самый любимый человек у тебя? Не, ну самое любимое, это, понятное дело, самое близкое, семья, потом уже как бы все остальные. То есть первоначально это семья, в которой... Мама, смотри, ты эфир. Вспомни про маму. Мам, привет. То есть, ну я считаю, семья это вот первый круг, в котором ты родился, они тебе закладывают в голову все твои, ну воспитывают тебя. А потом уже ты создаешь свою семью, там уже понятно, твоя женщина, она уже становится твоей любимой. Да, есть у нас вторые половинки. У каждого есть, да? Да, то есть... У меня гитара. У него гитара. У нас, кстати, два друга, у них вторые половинки гитары. Там просто такие непонятные... Ну, видимо, парни гиганты, я не буду углубляться просто гитарой. Не буду углубляться в строй гитары. Да, первая семья, естественно. Последние вот что-то последние, сколько, четыре трека, да? У нас все что-то про любовь пошли, еще, правда, они в сеть не вышли. Об любви. Скоро будут. Сережа влюбился просто. Привет. Музыка у вас очень... Несмотря на то, что качает, да? Ну, я в следу своему скажу, что я впервые вас слышу. Меня реально пробирает мунахи. На рингтон себе поставишь? Обязательно. Я вообще хочу после хера предложить вам взять меня в один из треков, зачитать вместе с вами. Окей. Последнее время столько таких предложений. Такого счастливого шарфика у меня нет ни у кого, поэтому я вне конкуренции. У нас есть друг, он завтра прилетит, и он буквально два дня назад пишет такое. Он никогда не был связан с рэпом, и как-то на наши концерты не особо ходил. Но горим мы с ним часто. Ну, горим, то есть... И он так за вчера мне пишет. В серый. Вскрылись, парни вскрылись. В серый такая идея. Говорит, как она раньше ко мне не приходила в голову. Говорю, какая. Короче, пиши текст. Не так. Говорит, короче, хватит сисю мять, я с вами трек пишу. А он если ставит перед условием? Он ставит перед фактом, а не перед условием. Ну, минус получится хорошим, если хорошо с горим, конечно. Это что-то у нас. Вот с горим обычно жидкость горючая... Что именно вы употребляете? Белая. Чисто. Белый мотыль, да? Не-не-не. Водочками? Я поверил. Водочка, да? Бывает по-разному, да. Бывает желтая. Мы не гламурные, ребята. Коричневатые. Ну а виски какое? От жанра виски. От пекила золотая какая? Водочка. 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 Собрались на такие алкогольные. Парни, все это хорошо, алкоголь, как вы к спорту относитесь? Я весь в крипотуре сегодня, кстати, сижу. В крипотуре. В крипотуре. С понедельника начал тренировки. Возобновил, точнее, по кикбоксингу. Ну, выше балла просто. У нас денег на охранника нет. Да, я буду выше балла. Да, выше одного только. То есть будет два. Вот сейчас до конца зимы осталось совсем немного. Она, в принципе, только началась. Братан, сегодня начало зимы. Не сегодня, да. Уже сегодня третье число. У него тоже начало. Три дня прошло, бак, зима пришла. Как вы проводите свои зимние пуска и куда вы планируете поехать на зимние каникулы, если планируете? Согреваемся изнутри, все так же самое. Это кухня, а точно кухня, да? Будем здесь работать, будем концерты давать, не знаю, зарабатывать. Не знаю, у меня все перекочевало на диван, как ноутбук себе купил. Все на диван. Раньше без ноутбука, да? А был, да, стационарник, приходилось ходить еще иногда. Приходилось со стационарником ходить. Переходил на всякие встречи с системным блоком. Хорошо, зима пройдет, лето, вот, лето. Лето люблю, вот зимой, к сожалению, это первая, наверное, зима. Ну, не первая, а за последние лет пять, когда никуда не поеду, потому что марамушта. А лето, хорошо. Почему ты мне рассказываешь? Почему? Сережа халтурит просто, говорит, концерт, я не поеду. Да. Я думаю, это. Летом, летом море, летом море. Троллейбусы на Позняках не ходят просто. Я понял. До пиофании, да? Сережа просто по телефону все время разговаривает. Да, я говорю по телефону очень часто. Звоните. Плавать все умеют? Сережа, ты спортсмен. Плавец. Я профессионально занимался, но не будем об этом. Не, не, я вот подвожу к спорту, мы говорим о спорте. На крещение пойдем, да. То есть ты плаванием занимался, да? Да, семь лет. У тебя помимо брейк-данса это тоже вид спорта, я считаю? У меня вообще в детстве как-то год прошел, поменял, и на фехтование ходил, и на плавание тоже ходил, и брейк-данс ходил, и на ушу ходил. Короче, много куда ходил. Сейчас только ходят на суши. Ну, Андрюха, я понял, занимается кикбоксом. Он из серы упадет скоро. Ребят, я предлагаю сейчас вспомнить лето. Попрошу нашего звукорежиссера и видеоинженера вывести картинку. Мы хотим вам предоставить возможность, друзья мои, насладиться. Это у вас единственный, да, клип пока? Не, у нас, ну, у меня сольных три клипа есть еще. Потом у нас есть одно такое стрит-видео на нет войне. Ну, клипом не называем, потому что это так, как бы импровизация была. И вот летняя, но у нас тоже с летней сложности определенные были в производстве клипа. Потому что мы пока его снимали, хотели в один день снять, разбилось на два. У нас были саперы, собаки, минирование, эвакуация, дождь, град. То есть полный фарш мы испытали. Главное, на небе тучи не одной. Да, много кадров, к сожалению, не смогли взять. Вот и открылся ответ на вопрос, кто мажор. У кого три сольных клипа, а у кого... Вот оно че! Бюджет клипа на песню летняя. Это коммерческая тайна. Все звоните на видеопродакшн Deluxe Promotion TV. Мы все обговорим цены, сотрудничество, все договоримся. Ну, хорошо, Парни, давайте глянем работу. Господа, дамы и господа, представляем видеоклип, видеоработу. Клип, песня называется «Летняя». Добро пожаловать. Тянется дневереница, одни и те же лица. Народ с пачками щурится, пустые улицы. Самолеты полетели за границу. А нам и здесь неплохо так тусуется. Ветер дует, кто-то дунет, будет хорошо. Кто-то по дорогам растелит, не тающий снежок. У кого-то прыжок с парашютом. Ебе салюты, дети на батутах. В общем, лето и все круто. В тени плюс 30 раз, загреем до 40. Далевает жидкость, у кого тяжелее рука. Мечты в облака, туда же запускаем и дым. Салют, Одесса, мама, привет ты Крым и Рым. На теле шорты, на ногах сланцы. Вечером кроссовки, по программе танцы. Привет, девчонки, поехали кататься. На закате будет автопати у нас на кровати. И нам не хватит покатить. Нам надо, чтобы было все хорошо. И нам все мало, мало, мало огня. Мы каждый вечер и ночами устраиваем шоу. Просто лето посетило планету Земля. Солнце сжигает море. И горе было, было, но стороной обошло. А при боем бьют, бьют волны. По нашим жилам лето и теперь все хорошо. Солнце сжигает море. И горе было, было, но стороной обошло. А при боем бьют, бьют волны. По нашим жилам лето и теперь все хорошо. Тополин и пух, бла-бла, июнь. По плану намечается отдых, словно в раю. И я пакую чемодан, чтобы мотнуть на юг. Ведь если не покину город, мне придет каюк. Кофта и джинсы давно уже в шкафу на полке. На их местах теперь очки, шорты, футболки. Бейсболки я как не носил, так и не ношу. Со мной попутчики, слэпэкс, микрошум. Шум моря, оно и рыбчина на повторе. Частные домики, палатки или санаторий. А я б не вылезал из моря, плавал бы как рыба. На перевес баллонами, на дне че так надыбал. А где-то там, там, там на берегу княгини. Мы с пацанами прикинем, кто из них мисс бикини. Одна крошит, другой песочных замков налепили. Ах, как люблю я отдыхать на море синим-синим. Солнце обжигает море. И горе было-было, но стороной обошло. А при боем бьют-бьют волны. По нашим жилам лето, и теперь все хорошо. Солнце обжигает море. И горе было-было, но стороной обошло. А при боем бьют-бьют волны. По нашим жилам лето, и теперь все хорошо. На небе тучи ни одной, только облака. На районе покой, на районе тишина Улицы вечерами бросают маячок Шумные компании, водочка да коньячок Миражи плавятся, а с Вакосой идет дорога Тут режим на грудь не жим, а градус, ну а че такого? Спиртного много, вагоны трутся об рельсы А куда мы едем? Билет Киев, Одесса А че все нормально? Плечо друга рядом Сналом все в порядке, о плохом думать не надо Позже разберемся и распутаем все эти сети А пока мы отдыхаем в лучшем городе на свете На пляже ляжем, ну прямо как дети Хэннесси гламурным качкам, а нам садет как эти Все загорелы, а мы белее песка Но пришло лето, и расставят на свои места все Солнце обжигает море И горе было, было, но стороной обошло А при боем бьют, бьют волны По нашим жилам лето, и теперь все хорошо Солнце обжигает море И горе было, было, но стороной обошло А при боем бьют, бьют волны По нашим жилам лето, и теперь все хорошо Итак, друзья, это Play TV И в гостях у нас замечательные ребята Парни, команда Микрошум и Кашмир Посмотрели только что Замечательный клип, видеоработа на песню летняя Продолжаем общаться с парнями Хочу спросить вас, парни Всегда меня интересует, музыканты Они из чего-то должны почерпать энергию И вдохновение Какие тенденции в мировой хейк-хап музыке На ваш взгляд, на сегодняшний день Являются прорывом, может быть Есть такое, что зацепило ваше внимание На американской сцене, на российской или на хаинской В смысле музыке? Музыка, да Меня что-то эти прорывы вообще не впечатляют Я как-то вот вернулся туда в 2000 И не хочу оттуда уходить Ну, ухом я имею ввиду Потому что то, что делают сейчас Трэп, шмеп Стареем, да? Ну, не алло Ну, если раньше как-то оно с душой было Там лирика сильная, тексты, рифмы хорошие были То сейчас Это может говорить о том, что Это может говорить о том, что вы стареете Обычно поколение Мудреем, мудреем Мне так понравилась фраза в 2000-е Я себя почувствовал Этот с 90-х, блин, отрыжка Этот с 2000-х А я откуда? Ну, вообще ничего не понятно Окей, ну какую вы музыку дома слушаете? Не, ну я рэп слушаю Но я старый классический рэп Олдскул Ну, не совсем олдскул Ну, такой, как бы, там, G-Unit Там старый альбом Eminem Золотые его там годы И новый Новый сейчас не сильно Ну, Eminem красавчик Сайпросхилл Паблик Да, крутые Паблик Нам недавно приколы рассказали Очень крутые Про Сайпроса Рассказы прикол Когда Ахахахаха Ему отслывали наши украинские организаторы Типа, заброс Рассказывал Он же в Грибовке фестиваль организовал И хотел привезти этого Берилла из Сайпросхила Отправляет коммерческое предложение И там указывает Типа, там, 300 штук зелени Говорит, ответ на почту приходит А, ха, ха Все Да, там парни веселые Олдскул Это такое дело Так Как вы относитесь Есть ли у вас вообще взаимоотношения С украинскими олдскульщиками Ну, такими персонажами Как Убитые, Рэпом, Туман Ежи с ними Но треков с ними нету Как бы плотно общаюсь с Гигой С XL Deluxe Он один из первых вообще в Киеве Там Бачмана группа Как я называл С ним он Просто говорит Бачмана группа Да, Бачман, Карлик есть у нас в Киеве Бачман, привет Константин Эта программа становится Камеди Клабом Нормально расширяем профессии С Крупиным так Мало знакомый Вот с Гигой общаемся Сейчас плотно с IQ общаемся А так особо Айкью, привет Стас, привет Какие тусовки Я не отслеживаю лично для себя Раньше отслеживал Сейчас не отслеживаю Какие тусовки в последнее время проходили Можно сказать, что громкие Знаменательные Отличающиеся Можете вспомнить? Ну вот сейчас очень туго с этим Особенно вот в Киеве Как-то очень тихо У Сереги на кухне неплохо висели Ну, разве что так Ваша площадка Это гламурные клубы, вышеупомянутые же, да? Нет, ну, гламурные клубы нет У нас наоборот Мы стараемся для, ну, так называемого Среднего класса делать Для обычных людей Которые там не ездят На Bentley, Maserati То есть все в наших песнях прослеживается На шестверке что-то ездили Обычные жизненные ситуации Которые происходят абсолютно с каждым Есть замечательное видео в Ютубе Я его всегда выбиваю друзьям Показываю, те, кто не видел Это видео уже за 10 лет Там что-то около 6 миллионов просмотров Узбекский рэп Вы не видели это видео? Это вообще катастрофа После эфира вам обязательно Просто вы бы бейте узбекский рэп В Ютубе И там Шумахер Песня называется Шумахера Это вообще отдельная история Там пацаны на жигулях Это типа мальчик-красавчик, да? Нет, это просто нет Вы просто покрывите Вы просто Можно даже воспринимать Вот насчет узбекского Мы в шоке были с узбекской заправки Помнишь? Сакар, крутое Да, очень крутая заправка Пацаны просто любят покушать Я поспать Когда они кушают А Сережа что любят? Это мы упустим, ладно? Так, парни, с Косей мы разобрались Андрей и Сергей Скажите мне Как вы относитесь к хорошей музыке? Что для вас хорошая музыка? И что для вас полный кал? В музыке От чего вас воротят, да? И что вы слушаете дома? Ну, я разделяю музыку Нравится, не нравится Прежде всего Ну, больше, конечно, нравится Русский рэп и шансон Американщина вообще не слушаю Вообще Не могу слушать То, чего не понимаю Здесь надо что-то сказать Можно я просто так Было классно так говорил Я вообще Музыкой начал заниматься Благодаря группе Сектор Газа Я рэп не слушал Она заметна, скажите Я реально беру пацанов Приступом лекоты Понимаешь? Девчонок, девчонок лучше бери Мы с нами, что происходит сейчас Да Да, да, да Как обычно в студии За камерами находится Огромная Качественная толпа Девчонок и парней Да Девчонок больше Сейчас я большинство, конечно, слушаю Русский рэп Ну, естественно Баста Мне нравится Баста для вас Это русский рэп Или это шансон? Это легенда Ну, на мой взгляд Его Чем Баста взял? Можно не любить Но нельзя не уважать Чем Баста взял? Текстами Или Выходовым тембром вокала? Мне нравится Тембр Голос у него Классный Да у него гармония во всем Вот Есть такое понятие Да Можно делать что-то На пять с плюсом А потом Следующий раз На тройку Вот самая главная Стабильность Он стабильно На пятерочку Все валит И очень круто Ну, вы не имели возможности Да Работать с Бастой На одной сцене Не, но у нас Газголдер зареспектил Был конкурс Как он назывался? По сети По сети Да И мы его выиграли И то есть Газголдер разместил Наш трек Первый трек Который мы исполняли Сегодня Он на колесах Победил Так что Да, хорошо Если вас пробирает Тембра Баста Для меня непонятно Чем пробирает Для вас Чем интересен Для вас Тембр Гаррика Кричевского Я знаю, что у вас Готовится работа сейчас Мы послушаем трек Совместную работу Буквально через несколько минут С Гариком Кричевским Он чем взял вас? Баблом или там? Это тоже можно сказать Из того же Порядка Серый Левик Шансон Да, да Серый Левик Шансон Нет Мой номер 245 Киевляночка Ну, это же Гениально На привокзальную Тоже Когда мы сможем Я уже Тоже себя причисляю К поклонникам Вашего творчества Это 100% Когда мы сможем Ворваться В законченный вариант Песни А ворваться В законченный вариант Песни Мы сможем 18 декабря В клубе 2014 года В каком клубе Мьюзик бар На Шатару Ставели 18 декабря Будет концерт И презентация Песни Подготовим Новую программу В 20.00 Приглашаем всех И если я не ошибаюсь Девчонки Вас тоже приглашаем Девчонки Слышали? Привет Гарик Кричевский Презентуем Песни Машут ручками Представим Вообще Новую программу Последний Парни Я беру С вас Честное слово Что вы постараетесь Сделать так Чтобы Гарик Кричевский Пришел к нам Сюда на эфир И дал нам Интервью Если не против Пообещайте мне Ну мы познакомим Окей Ребята Ну что Давайте посмотрим И послушаем Трек Буквально 18 декабря Состоит Своего презентация Песенка Называется Дождик Моросит Хотя холодно Ай Я Понеслась Танцуем Саундтрек Фильма Бумер 4 Танцы на стуле Танцы не для слабых Пусть это будет Декабре Или жарко мая Мы на районах Спальня Что нельзя Назвать раем Хоть мы не звезды Но иногда бывает Сияем Так что соседи Поливают На собачьем лаем И бабки Как дозорные Уши на вострив В классиках Рыщевок И высотах На волстрит На нас всех давно имеется Полное досье К нам не обращаются Сэр или месье А нам давно перевалило Всем за четвертак Но мы по-прежнему Любим сорвать чердак И уже с четверга На связи чё и как Эх, обошлось бы это Всё лишь бы без чёрти как Не важно, что за статус Или размер зарплаты Мы тут друг за друга Мы тут брат за брата И это честно лестно Что от нашей пьянки В округе стали Всё ценителями валерьянки Дождик моросит Тучки хмурятся Пьёт на вопасит Вся наша улица Дождик моросит Тучки хмурятся Пьёт на вопасит Вся наша улица Дождик моросит Капюшон мой щит Я иду по улице Подальше от мира Обид Делаю счастливый вид Не брит Беззаботен Сегодня суббота Вдали шум Интересно кто там А там знакомые лица Ещё со школы Кто-то женился Кто-то даже дом построил Да уж любит Веселиться Цокая стаканами Посылая улицам Послания Нашей компании Саня с этажа Берёт Такие аккорды Таня тоже берёт Очень в новеньких ботфордах А Ваня гордый Катался на мустанге Форде Но кризис бизнесу Дефолт Банкирам болт Короче весело живём Сели поели Выпили Обьянели Мутит как на карусели Вот и начало недели Домой ели-ели Но мы так посидели Что соседи посидели Дождик моросит Тучки хмурятся Пьёт на вопасит Вся наша улица Дождик моросит Тучки хмурятся Пьёт на вопасит Вся наша улица Я десять лет уже столичный Но всё же ещё без прописки И друг мой закадычный Рюмка водки, а не виски Я не хожу на одеску Лучше в баре по пивку Среди мест столичных предпочтений Отдаю двору Ведь там гитара И окрившее горло к рассвету Ведь там печаль утопает В дырму сигаретно Там не важно какая погода Зима или лето Там не важно твоя порода Ведь столько песен не спета И все соседи меня Знают уже как родного Знают сегодня веселье Завтра будет хреново Тетя Лёва зарычит Узнает рукой и помашет Спокойно хлопцы Это наши Ашарашин двор Наш изобилие гоу На весь район ор Давай-давай, паптор Мы не пьяницы, не тунеядцы Не бездельники, факс Нам просто нравится А с пятницы до понедельника Как дождик моросит Тучки хмурятся Петна вопасит Вся наша улица Дождик моросит Тучки хмурятся Петна вопасит Вся наша улица Браво! Олимпийский! Йоу-йоу! Итак, друзья Я напоминаю Если вдруг кто-то Только что включился Давай рассказываю Мы находимся В студии Play TV И у нас в гостях Сегодня замечательная команда Группа Микрошум и Кашмир Наконец-то я с пятого раза Выговорил правильное Похлопаем Похлопаем Спасибо большое Мечтал о копейках Название Немножко сентиментальности Добавим Под конец нашего эфира У нас впереди Еще один трек заключительный Что для вас является Лучшей памяти Что бы вы хотели Я сейчас хочу обратиться Отдельно к каждому из вас К Андрюхе, к Сереге, к Косте Начну с Андрюхи Потому что обычно Андрюха съезжает Под конец на шутку Сейчас мы не дадим Спуска А теперь буду под началом Ну если серьезно Что для тебя являются Качественные памятью Какой бы ты след хотел Оставить для потомков Не касаемо музыки Вообще в жизни Вот твоя мечта Потомков оставить Что для потомков Для потомков оставить Дом в Подмосковье Именно в Подмосковье Ну неважно Может и кончезаспень Ничего страшного Можно и там Печень оставить Печень бы оставил Реально Было бы тяжело Наверное При наличии трех персонажей В одной группе Чтобы все три гнали В одну дудку Один сто процентов Должен быть Как Андрюха Да Потому что Я думаю Это точно Я запомню эту фразу Сережа Для тебя Что является Ценностью в жизни Эмоции Самые главные эмоции Ну и если останутся Воспоминания Это и есть чистые воды Эмоции Если они приятные И яркие Это самое круто Когда вспоминаешь О чем-либо Что ты смеешься Материальный человек Украл Украл все мое Теперь я понял вопрос Ну ладно Ничего страшного Продолжаем Можем вырезать И повторить Эстонец ты наш Поехали Кость Что для тебя Самое ценное в жизни Серега Ну ладно Я буду Можно повторить Я от души сказал Я не хочу быть на него похожим Бабки Бабки Хочу Бабок Как они вдвоем Весят Только в геометрической прогрессии В множественных степенях И короче Вот так Целый ангар Бабки 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 Будут бабки Будет хорошо Не знаю Сложно на самом деле Так как-то сказать Забитые бабками Какой-то след Хороший В истории Хочется оставить Не знаю даже как Не задумывался Пока так глобально След в истории Ну да вот Песня Есть уже Хороший слух Где-то что-то Даже Одного человека Если там К чему-то лучшему Наставил Уже хорошо Уже хорошее дело Сделал Не След в истории Это когда Построят самое большое здание В Киеве Ты подойдешь Так порогу И в бетон Херась След в истории Все Друзья Я предлагаю В данный момент Еще послушать музыку Хорошую музыку В принципе Я думаю Что мне удалось Немножко раскрыть По крайней мере Двух персонажей Так точно Я просто скрытый Андрюха остался Для меня немного загадки Хотя Я уверен Что у Андрея Так такая Ну Отличная маска За которую Он прячет Свои настоящие Качественные эмоции Друзья Я просто дружу С Джанной Агузаровой Реально Мы часто уходим В космос В эфире Play TV Последняя композиция Сегодняшнего эфира Трек называется Помнишь Осталось только Вспомнить слова Экспромт Освежись с Джанной Снова Среди тысячи Островов Один необитаемый Количество годов Миллионы Пазлов памяти Момент незабываемый Фото мы на нем С гитарой Удивительно Кем мы были И кем стали Помнишь Детство Дни летели Быстро Медленно Год И сейчас Все так же В принципе Но наоборот У всех домашние Заботы Не смешные Анекдоты Скучные Будни Работа От субботы До субботы Кто ты Как ты С кем Да как там Поставился на карту Полагаясь Только на себя Без удачи И фарта Мы в ожидании Весеннего Теплого марта Ведь за ним Будет апрель А с ними Вот теперь И вот теперь То задержим Тветель то и закружен Были под дождем Видели зной Жару Метель и стужен Снова в голове История Постона Розиковский Баритонов Я не забыл Я помню Старые фоточки И солнце сменит заря Теперь высоточки На месте пустыря Давай по соточке За память духа не быта Никто не забыт Ничто не забыто Старые фоточки И солнце сменит заря Теперь высоточки На месте пустыря Давай по соточке За память духа не быта Никто не забыт Ничто не забыто Помню в каждый момент Как будто бы он был вчера Помню шум двора, все веселятся Мать зовет с окна Тогда родители на обед Звали всех детей Только карусель Занесло И шла зима А вот и лето прошло А вот и осень прошла Помню еду с цветами погрязи Волоча ранцем Помню удивлялся при виде афроамериканцев Помню первое братство, первую дуру Двойку, попойку, побойку Помню вечер, малолетки Сигаретки на стройке Помню первую рюмку горькой На землю сбитый пепел Думал не пройдет все это Но в лицо подул ветер Помню перрон, борьба за трон Забыстили наклон Помню Огни столицы первые Друзья и лица Я подумал, теперь будет так и никак Как по-другому Но остались старыми Те друзья, что были новыми Старые фоточки И солнце сменит заря Теперь высоточки На месте пустыря Давай по суточке За память духа не быта Никто не забыт Ничто не забыто Старые фоточки И солнце сменит заря Теперь высоточки На месте пустыря Давай по суточке За память духа не быта Никто не забыт Ничто не забыто Крепче изоленты Из фото и киноленты Скрипил моменты, где был сам Или с кем-то Что связано с душой Или просто с бытом Никто не забыт Ничто не забыто Все понемногу было Плохого и хорошего Человек из брата превращался В прохожего Помню был другой мир Теперь просто кашмир Эта история заезжена Старая как мир Не летал в Каир Все детство как-то на даче Потом был брейкданс Вот там как-то и начал И мы не знали тогда Про гонорары, про сцену Помню свой первый выход Нервно шагает на сцену Потом застрял на шесть лет Завис как мертвый груз За железным занавесом Как когда-то союз И помню каждого Кому со мной хоть не по пути И не забуду пока Не догорит мафетит Старые фоточки И солнце сменит заря Теперь высоточки На месте пустыря Давай по соточке Духа не быта Никто не забыт Ничто не забыто Старые фоточки И солнце сменит заря Теперь высоточки На месте пустыря Давай по соточке Духа не быта Никто не забыт Ничто не забыто ничто не забыто веяли печальку и так друзья сразу вспоминается школа да я я тоже вспоминал сидел хорошую подводку дела к песне все как надо друзья это play tv с большим удовольствием представляю и похлопаем давайте все вместе друг другу похлопаем три замечательных персонажа у вас гостях сегодня это андрюша попов он же акс серега лукин он же лу и костя кашмир уже костя кашмир да друзья я хочу пожелать вам лично себя чтобы ваше творчество наполнялась качественными минутами чтобы вас запомнили помнили как можно дольше искренне посылаю вам от всей души это группа микрошум и кашмир и искренне ваш миссии рубильник всем мир